нас откуда екатеринбург чем общаетесь международная обстановка между в международной обстановке до понятник что хотите обсудить конкретно что вас интересует у вас это самое лично то все еще мир народа и не уехал никуда как вас касается марки его не мечту или нет как вас касается марки его мужские детские вот как вас касается марки просил просто нельзя спросить не можно просто и вы обсуждаете какую-то международную обстановку вот я и говорю что он купил нам у нас по телевизору сказали что он купил там в германии купил там большой большой дом купил себе за несколько миллионов евро я думала туда уехал еще не уехал я понял а чего вас по телевизору не рассказывать как у вас люди в московской области замерзали или как у вас башкирии там в мусоров кидали камнями и рассказывает а чего про это не хотите поговорить давайте поговорим давайте что случилось чё чё в полицейских камнями кидать башкирии ну да ну там парня одного посадили который выступал а зашо выступал но он там выступал за хорошо ну ну как ну какие вы говорите ну но неправильно поступили там председатель республики неправильно поступил там строил завод и там и людей не спросил и он каких людей как и зашо парня посадили но сказал что-то какое-то слово нехорошее сказал про про ну как вы же говорите вас по телевизору показывают душу не смотрели телевизор ну вот сказали что он какое-то слово написала по башкирский которая там унижает достоинства других наций ну какое слово каких наций каким образом вы при этом вы что-то знаете про про то что там маркиева что-то купил скажите вам не кажется что это неправильно ну просто мне вот интервью я и другое знаю вы не разносторонний человек за несколько миллионов евро понеслась понеслась знаете ли выше маркиева вы у себя в стране не знаете что происходит чем не про мара киева я сказал про климовская подмосковь сказал там котельная самая ну да а мэри екатеринбурга чем занимают что екатеринбург все хорошо я сомневаюсь что все хорошо в екатеринбурге скажите а люди которые в госдуме заседают у вас имеет паспорта другие государства я думаю что да каких ну там всякие там есть и македония и болгарии европейских стран имеет паспорт израиль есть да какие-то там может швейцария может какие то есть да есть у них все хорошо в госдуме правильно так же как у вас у вас тоже там у всех гражданство израильское уважать для россиян европейцы это архивраг ваш не они же раньше получали когда думали что им это друзья у них там когда вы не думали обрали обрали дома у них отобрали деньги у них отобрали сейчас они уже не думаешь уже не друзья правильно раньше были да да не туда деньги и путин сказал за как пыль глотать будете выколачивать там свои денежки вот они мы загорались и ножом сказал еще раз которая на на запад выводили деньги он зачем вы на деньги что который на кто шок вы можете нормально цельно объяснить я говорю путин сказал людям переводят деньги на запад покупает там движимость он сказал что вас это не берут из занимаетесь все выколачивать так и получилось я понял а у путина нет недвижимости за грей я думаю что нет и продавай давайте еще вопрос задам какого как у вас в россии вот выборы проходят нормально вот будут 17 марта выборы президента ну какого президента путина выборы президента путина а какие еще из кандидата у вас крови путина там около пяти кандидатов уже зарегистрировался харитонов от коммунистической партии это от лдпр там по моему нас как-то у него власть он от ну короче хватает но все равно будет путин выиграл ну я же я же говорю выборы президента путина а думаю я знаю что путин выиграет не спрошу почему вот путин выиграет потому что за него проголосуем все кто все но вы же не будете густой а придет на выборы вот 20 процентов которые придут на выборе 25 они проголосуют 25 процентов чего на выборы и все за путина проголосую я думаю да как всегда да ну да как всегда поню то есть все классного стране да у нас путин много очень хорошего сделал для русского российского народа вот давайте расскажите мне что же он сделал квартире всем дал машины дался какие квартиры зарплаты ну-ка он очень хитро поступал он давал апотеку льготную по 35 процентов когда доллар был 6 рублей и 6 рублей как я как я себе квартиру купил доллар 6 рублей когда доллар бушистая но это было где-то точно году я понял вот он дал год на поднеки я взял на дверь за 200 тысяч взял трехкомнатную квартиру а потом доллар раз поднялся быстренько и заплаты все поднялись и эти тысячи выплатил буквально за год и зарплаты квартирами да вы что подпады в 2 раза в 3-4 подняли зарплаты банки облизнулись также было 2008 году когда у меня дочь квартиру тоже покупала она взяла квартиру уже около миллиона и под сына подняли зарплаты подняли она уже этот миллион уже выплатила и сейчас уже уже да в час и внуки уже мои покупают квартиры за 10 миллионов рублей и также час опять доллар повысится и это то что не 20 лет а недавно доллар повысится и зарплаты повысит зарплаты повысит ну конечно конечно а инфляция шоку ну понимаешь посмотрит доллар доллар да у нас зарплату долларов идет понимаешь не понимаю вот когда доллар был 6 да мы получали 1000 долларов он получали да то есть мы получали 6 тысяч рублей вы получали тысячу долларов тысячу долларов получал я получал когда работал я получал но я сейчас я сейчас открою среднюю зарплату по россии там будет меньше 1000 доллар знаю средняя зарплата такое понятие значит такое ну конечно ты в охране миллиарда получают долларов я думаю есть зарплата средняя так давай посмотрим екатеринбурге екатеринбурге набери среди запад давай давай среди зарплата екатеринбурге зарплата электрика от 55 до 70 тысяч рублей получает средний екатеринбуржец это написано на первом попавшимся сайт вот госработру среди набор электрика в игроде 2003 год 57 226 так 50 вот у меня 257 226 сколько это доллара получается где-то 600 на больше 700 долларов ну а какая средняя зарплата в эстонии что как что говорю какая средняя зарплата в эстонии в эстонии давай наберем посмотрим наберите посмотреть смотрите у вас каждый год доллар роз зарплаты росли доллар роз зарплаты в россии росли какой там сейчас курс рубля сколько сейчас рубль его стоит 80 по моему 89 так сейчас посмотрю курс рубля 89 80 так не находит у меня курс рубля вот в эстонии 9 и четыре десятых евро за час среднюю 90 90 рублей 1 доллар что ну да но 1 доллар почти 100 рублей у вас посмотри годовой доход обычного эстонского работника до уплаты налогов и социальных взносов около 19 с половиной тысяч евро в год давайте хотя бы 19 тысяч евро в год разделим на 12 месяцев что какую мы цифру получается это снова одна тысяча шестьсот двадцать пять евро в месяц а после уплоты налогов одна тысяча триста пять евро душ получается то есть получается эстонец получает 600 евро вот как его уж как 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 ваши вот люди получают по 600 долларов екатеринбурге но они платят 1000 евро за квартиру а мы платим за квартиру 100 евро то есть получается посмотреть квартиру снять в эстонии допустим они на тысячи тысячи евро заплатить в месяц остается 300 евро у нас 10 100 евро надо заплатить за квартиру просто да посмотри там покупательной способности россия выше в эстонии сплаты и литва белоруссия там покупательской способности россия выше чем эстония да выше конечно потому что очень больше много идет на электричество там сейчас посмотрим так покупать рейтинг стран по покупательской способности смотрим что-то вы по-моему ошиблись мужчина давай посмотрим у нас бензин там в три раза дешевле чем в эстонии даже в 4 наверно где вы узнали это но у нас бензин стоит 55 рублей в эстонии а у 100 и 2 евро а у нас 50 0 5 евро есть разница подождите так вы сказали что россия по покупательской способности находится выше чем эстония правильно я думаю да эстония находится на одном уровне с чехией с польшей с италией со словений россия находится намного ниже эстония у эстонии условный рейтинг 74.82 в то время как у россии 51 и 11 так что это получается как как это у вас такой путине россия растет семимильными шагами а что-то как-то не в ту сторону растет как у вас россия растет семимильными шагами если у вас средняя зарплата 600 баксов после всех ну таковых баксов наказать такая занимающая европе 1300 такой не заплата такая же квартира сколько стоит мы только что посмотрели мы только что посмотрели покупательскую способность они на свою зарплату могут купить больше чем вы и у них зарплата больше чем у вас алиска способность уже не уже никто все давай что еще смотреть нет покупательская способность да может быть он остается подложим продуктов может больше купить продуктов но никак не самая допустим квартиры или там бензин лечить квартиры вы за свою зарплату квартиры покупаете добрость за 600 долларов покупаете квартиры ой господи о боже вот а бы шо а а бы шо рассказать лишь бы не не смотреть правде в лицо что у вас выбирается путин уже фиг пойми сколько лет а средняя зарплата а средняя зарплата у вас 600 долларов просто вы просто вы просто вы просто не понимаете самого основного что 50 долларов что дальше в украине все в украине 150 долларов среднюю зарплату наберем 150 доллар давай смотри так 227 долларов средний доход населения украины где-то нашел и тут быстрые ответы в яндексе средняя зарплата ну раз яндекс сколько средняя зарплата ну так тоже в россии средняя зарплата 54 3438 вот видишь 3 зарплата 54 438 вот вот видишь а у вас средняя зарплата население украины сколько 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 4723 гривны средняя зарплата в украине 4000 гривен 4 это минимально похоже минимально это это минимальный то есть у вас в яндексе пишут точно что у нас и и минимальная не 4000 а 13 у вас вот такая такая средняя может вы найдете какую-то историю 23 13 423 это даже если на 3 получается 39 тысяч а у нас 54 тысячи то есть уже больше уже средняя средняя пенсия минимальная пенсия у вас 2000 гривен а у нас 12 то есть два раза два раза до в два раза до два раза тем более ты вы сейчас еще более воюете кругом вас вообще пенсию не плавит если америка вам не даст денег вы сможете вы смотрите вы только что посмотрели зарплату там же написано первый квартал 2023 года посмотрели только что украинскую зарплату с учетом того что украина воюет с россией с россией которая полностью превосходит украину в экономически посмотрите 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 на российский ввп посмотрите на российские военно-промышленный комплекс там же написано 2023 год это уже когда мы воюем с вами это с российским ввп с российским военно-промышленным комплексом шо 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 видишь двадцатом году вы не воевали у вас 6000 гривен было мы все не воевали мы с четырнадцатого года воюем вы рассказываете вы в двадцатом году с нами не воевали вас западала 6 тысяч гривен 2 раза меньше было что значит мы сами не воевали вы можно немножко дупля не даете мужчина 2014 года россия аннексировала крым украинский россия аннексировала часть донецкой луганской области украины вы представляете какое какая концентрация там находится предприятий вы представляете себе сколько в экономическом плане украина потеряла того что потеряла эти территории очень не сильно это во первых это во первых теперь во вторых теперь во вторых теперь во вторых смотрите у вас зарплата с учетом всего даже если откинуть все но вы понимаете вы можете посмотреть тенденции роста зарплаты в украине это же смешно во вы гордитесь своей страной у вас россия великое государство при том что у вас зарплаты выше чем в украине типа сколько у вас там средняя на какое можно взять даже и даже в полтора раза если у вас выше зарплата чем в украине это не отменяет того факта что у вас зарплата ниже чем везде в европе понимаете ваша страна великая только тем что у вас полтора раза выше зарплаты чем в украине у которой у власти был коррупционный у которой власти был коррупционный янукович и коррупционное пророссийское правительство а после этого украинская власть после этого произошел грубо говоря у нас пришла революция достоинства в ходе которой мы потеряли кучу своих территорий еще и началась война с вами с россиянами и вы гордитесь тем что вас полтора раза выше зарплата при этом если сравнить с любой вообще зарплата европейская то вы бомжи вы голодранцы как можно мерить свое величие потому что у нас зарплаты ниже чем в любой стране в европе зато вот выше чем у украины на которую мы напали которая мы сами портим экономику у которой мы забрали территории и территории эти пришли к себе и соответственно экономика этих территорий теперь работает на нас на россии да это шизофрения какая-то просто смешно что при одном стабильном президенте у них же президент не меняется потому что стабильно и вот стабильно у них зарплата ниже чем в любой европейской стране стабильно вот прям это рост это я считаю прогресс в такой стране с таким количеством ресурсов как у россии они же там говорят что в россии вот космические программы там сидела но при этом зарплата ниже чем везде в европе у эстонии без космической программы зарплата 1300 у великой сверхдержавы россии зарплаты 600 долларов но это победа главное что путин у них у власти уже больше с какие-то 20 лет что-то